Здесь будет школа. На поле между продолжением улицы Ленина и микрорайона Михайловка было многолюдно. Здесь проходила торжественная закладка первого камня в фундамент будущей школы. В числе почетных гостей были заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев, министр образования и науки Айбулат Хажин и генеральный директор ООО «Прошкола» Алиса Денисова. Дорогие коллеги, соратники, скажем так, сегодня у нас приятное мероприятие. Закладка камня. Надеюсь, мы в установленные сроки, и даже не скажу, что я надеюсь, я уверен, что мы в установленные сроки все-таки построим совместными усилиями эту школу, тем самым разгрузим те действующие школы, которые на сегодняшний день есть. По данной схеме мы также в республике планируем построить еще шесть школ совместно с компанией про школы. Поэтому я считаю, что в сегодняшних реалиях это вполне эффективный, очень-очень механизм взаимодействия. Высокие образовательные стандарты, внедрение новых технологий, обновление материально-технической базы, создание комфортных современных условий для детей – все это приоритетные направления работы правительства республики. Большой вклад в качественное образование вносит и наш город. Система образования города Нефтекамск, она уникальна. Здесь вот вижу директора лицея номер один. Это школа Российской Академии Наук. Их всего у нас буквально несколько по республике и всего лишь чуть больше ста по стране. А у нас в Нефтекамске одна из четырех полингвальных школ, которая является флагманом образования не только Нефтекамска, но, наверное, всего северо-западного региона нашей республики. Нефтекамск активно участвует во всех федеральных проектах, которые реализуются по линии Министерства просвещения Российской Федерации. Строительство школы стало возможным благодаря концессионному соглашению между правительством республики Башкортостан и ООО «Профшкола». Всего в республике при поддержке ВБРФ будет построено шесть школ, одна из них в нашем городе. Положительная демографическая динамика, в том числе естественный прирост, стали факторами для выбора Нефтекамска. Нефтекамск, как город молодых, имел полное право попасть в программу, поскольку, в отличие от многих городов, тот прирост жителей юного возраста, который показывает Нефтекамску, может позавидовать многие города. Каждый год здесь прирост идет по 500 маленьких жителей города. Мы рады, что мы создаем школу на 1225 мест. Это большой современный объект, в котором будет на самом высоком уровне сформировано не только образовательное пространство, но и спортивное ядро, а также полностью оснащены как учебные классы, так и предпрофильные классы. Сейчас идет активная фаза привязки проектно-сметной документации, открывается строительство, идет подготовка территории. Сам объект мы планируем построить к концу 2024 года и постараемся взять на себя повышенные обязательства вместе с подрядчиком и открыть школу к началу учебного года. Школа будет представлять собой четырехэтажное здание общей площадью более 25 тысяч квадратных метров на 1225 учебных мест. Блоки здания различной этажности включают в себя два четырехэтажных блока с учебными классами и кабинетами, трехэтажный блок со столовой и актовым залом, двухэтажный блок со спортивными игровыми залами. Физкультурно-спортивная зона будет включать в себя площадки для подвижных игр и гимнастики, баскетбольные и волейбольные площадки, универсальные площадки с беговыми дорожками. Мы буквально в 2022 году закончили строительство и ввели в эксплуатацию тоже школу на 1225 мест и уже в 2023 году начинаем строительство новой школы. Ну когда в Нефтеканске еще так? Откроем школы ежегодно, ежегодно, ежегодно. Я еще раз хочу поблагодарить коллег, я в первую очередь хочется поблагодарить главу республики Шестан Ради Фаридовича Хабирова, потому что поддержали наш город, поддержали в заявке и я уверен, что, как Алан Викторович сказал, что подрядчик в установленные сроки, может даже быстрее вовремя построить школу и уже через ближайшее время наши ребятишки будут ходить в новую, благоустроенную, современную школу. Спасибо вам. Жители ближайших домов с нетерпением ждут открытия школы. Особенно это касается тех, кто проживает в микрорайоне Михайловка. Сейчас их дети едут в школу города. Мы ездим с Михайловки в город, учимся в Башкирской гимназии. Это радостное событие для нас. Мы давно ждем школу. Дети у нас смогут сами ходить пешком. Если еще будет тропинка для пешехода, вообще очень хорошо будет. Свои двери для учеников новая современная школа на 1225 мест откроют уже в 2025 году. Она будет иметь порядковый номер 18. В планах у администрации города строительство еще одной школы в 25 микрорайоне. Полина Сюткин, Дуарт Новиков, информационная программа «Ежедневник».